В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Аренду земли, коммунальные тарифы и программу реновации обсудили депутаты на совместном заседании Думских комитетов. Читательские практики нового времени. В библиотеке имени Пушкина прошел межрегиональный семинар. Секреты кино. Стартовал новый сезон интеллектуальной игры для любителей отечественных и зарубежных фильмов. Далее расскажем обо всем подробно. Аренда земли в Сарове, коммунальные тарифы и программа реновации. Первое совместное заседание думских комитетов после летнего перерыва и сразу насыщенная повестка. Честь решений были приняты единогласно и вынесены на обсуждение на очередную сессию. А вот некоторые вопросы вызвали горячую дискуссию. В частности, речь идет о предложении администрации внести программу реновации улицу Кутузова. Программу реновации в Сарове народные избранники утвердили месяц назад. После долгих обсуждений в ее итоговую версию включили два участка. Первое ограничено улицами Зернова, Арзамаска и Матросова. Второе – улицами Победы и Александровича и Октябрьским проспектом. А вот район улицы Кутузова тогда было решено исключить. Но спустя месяц администрация вышла к народным избранникам с предложением вернуть этот участок в принятую программу. Как будут смотреть на депутатов? Мы приняли это решение от двух микрорайонов 3 августа, правильно? Прошел месяц. Мы резко поглупели или поумнели. Ну как к нам отнесутся люди? Мы не работали, были каникулы и вдруг мы выносим на следующее заседание Думы разворот на 180 градусов. Коллеги поддержали депутата Ситникова. По мнению большинства, сначала нужно разобраться с двумя включенными в программу реновации участками, а уже после говорить о ее расширении. Предложение же администрации с предоставленными обращениями жителей улицы Кутузова более детально народные избранники будут рассматривать в рамках рабочей группы. Еще одна рабочая группа займется вопросом повышения коммунальных тарифов. Администрация предлагает поднять стоимость коммунальных услуг с 1 июля следующего года в среднем на 8,5%. Отопление и горячее водоснабжение предложено в процент роста 5% роста. По электроснабжению 5% роста. Приготовление пищи, это по газу и подогрев воды, отопление, использование газа по 3,4%. По водоотведению в соответствии с инвестиционной программой 115,36% тариф роста. Водоснабжение, исходя из реалий, которые сложились на сегодняшний момент, 124,9%. В среднем плата за коммунальные именно услуги будет расти не более чем на 8,5%. Ну, кого-то на 7,5%, кого-то там на 8,5% в зависимости от степени благоустройства. Что касается горводоканал, ситуация здесь, конечно, сложная. Потому что 15,1% по водоотведению это инвестиционная программа. И тут вроде объяснять нечего. 15,36%. А вот что касается водоснабжения, рост, конечно, по сравнению с прошлым годом очень большой. Было 8, сейчас предлагается 25. Поэтому здесь, конечно, от нас потребуется А. Обоснование для РСЦ серьезное. И Б. Основание для жителей тоже серьезное. Директор горводоканала Сергей Репин объяснил такой серьезный рост тарифа, во-первых, инфляцией. Во-вторых, тем, что в этом году предприятие не получило льготу на налог на имущество и потеряло в связи с этим 7 миллионов рублей. Ну и, наконец, в-третьих, из-за регулярного снижения объемов потребления воды населением растет размер недополученной прибыли. При снижении реализации продукции себестоимость при тех же затратах увеличивается. Да, это закон рынка. Решение о предельном индексе изменения тарифа депутаты должны принять к октябрю. И пока есть время, они решили глубже разобраться с ситуацией и детально рассмотреть цифры по каждому коммунальному предприятию на рабочих группах. А вот вопрос о внесении изменений в решении об арендной плате за землю в Сарове на этот раз разногласий не вызвал. В отношении земельного участка, предоставленного аренду собственнику зданий и строений сооружений, право которого при претене собственности земельного участка ограничено, арендная плата определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере 1,5%, но не выше размера земельного налога. Важное дополнение. Новая ставка арендной платы будет применяться по письменному обращению арендаторов. Ожидаемые потери городской казны от принятия этого решения – 24 миллиона рублей. Корректировку бюджета с учетом этих цифр депутаты рассмотрят уже в ближайшие дни. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В библиотеке имени Пушкина прошел межрегиональный семинар на тему «Читательские практики нового времени». На встрече обсудили основные направления развития – внедрение информационных технологий и создание образовательной среды в детских библиотеках. В семинаре приняли участие делегации из Новосибирской, Московской и Нижегородской областей. Подробности в следующем репортаже. Межрегиональный семинар посвятили 60-летнему юбилею библиотеки имени Пушкина. В центральном зале собрались сотрудники библиотек и педагоги города. Поздравить коллег с праздником и обменяться ценным опытом и знаниями в наш город приехали делегации из пяти регионов страны. Такие встречи на базе детской библиотеки, я считаю, что они создают не только имидж этой библиотеки, но и имидж всему городу. Прогресс не стоит на месте. Общество развивается и диктует свои правила. Идти в ногу со временем, постоянно быть в курсе тенденций и того, чем увлекается современная молодежь. Такие непростые задачи стоят сегодня перед библиотекарями – людьми, призванными привить и подпитывать в подрастающем поколении любовь к книгам и чтению. Как развиваются, изменяются, деформируются читательские практики. Наблюдать за всем этим, чтобы вести детей в мир книги, чтобы обсуждать книги с другими людьми. Потому что книга – это на самом деле такое культурное достояние, которое очень много может дать и для удовольствия человека, и для его развития, и для образования. Последние годы специалисты отмечают рост интереса к научно-популярной литературе. С ее помощью ребенок познает мир, получает ценные знания. В детских библиотеках Новосибирской области создана специальная программа «Умное чтение». Это направление достаточно перспективное. Это идет и от родителей, которые заинтересованы в раннем развитии своих детей. Этому способствует рост технологий. Сейчас появилась такая возможность реализовывать очень интересные программы. За время работы библиотеки имени Пушкина накоплено более 200 тысяч экземпляров книг, порядка 80 наименований газет и журналов. И с года в год вместе с сотрудниками библиотеки узнают новую и постигают удивительный мир литературы более чем 25 тысяч юных читателей. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Слободин, Служба новостей Саров, 24. 27 сентября в Сарове и 13 городах Нижегородской области стартует акция по сдаче крови на типирование. Общий результат предыдущих акций – 2630 человек, которые вошли в состав Национального регистра потенциальных доноров костного мозга. О медицинских противопоказаниях к донорству можно узнать на официальном сайте Фонда помощи анкобольным детям Нижегородской области. Другая важная информация – в подборке коротких новостей. 27 сентября сотрудники Управления МВД России по Нижегородской области проведут единую горячую телефонную линию. С 11 до 12 дня жители региона смогут задать интересующие их вопросы, которые касаются порядка приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Также в указанное время специалисты будут принимать сообщения о нарушениях, допущенных сотрудниками полиции в ходе приема, регистрации и разрешения заявлений от граждан. Телефон горячей линии 8 831 268 74 84. Все учреждения социальной сферы, а также 96% многоквартирных домов нашего города готовы к старту отопительного сезона. Об этом сообщили специалисты Департамента городского хозяйства на очередном заседании в администрации. Тепло начнет поступать в дома после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. Кроме того, ДГХ напоминает горожанам, что в конце года пройдут традиционные встречи с ведущими специалистами страны в области жилищно-коммунального хозяйства. О том, на каких темах стоит заострить внимание во время семинара, саровчане могут сообщать по телефону 977 75. Министерство образования и науки Российской Федерации проводит всероссийскую акцию по профилактике СПИДа. В сентябре в школах пройдут занятия по формированию ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Также в рамках акции пройдут онлайн-конференции по актуальным проблемам профилактики асоциального поведения. Старшеклассников приглашают к участию в онлайн-мониторинге информированности молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции. Подробная информация о всероссийской акции размещена на сайте Центра современных образовательных технологий. Художницы Анна Ивантьева и Евгения Урм приняли участие в международном пленэре в подмосковном городе Сергеевом Посаде. Вместе с коллегами из разных городов России и зарубежья саровчанки написали циклы работ, посвященных историческому и культурному наследию нашей страны. Пленэр прошел в рамках проекта «Арт-дипломатия». Подробности далее. Они способны разбавить серые будни яркими красками, внести в простые вещи элементы творчества и фантазии. С помощью холста, кисти и акварели художники способны передавать свои ощущения и настроения. Эти нежные акварельные работы художница Евгения Урм привезла в Саров в память о международном пленэре в Сергиевом Посаде. Мы с Анной Евгеньевной сначала попробовали себя в технике живописи маслом. Это вот первый день. Потом перешли все-таки на любимую нами акварель. Армения, Белоруссия, Латвия, Сербия, Словакия. В рамках проекта «Арт-дипломатия» в исторический и культурный центр нашей страны съехались художники из разных стран. Во время экскурсии по городу участники пленэры выбирали интересные живописные места, которые впоследствии и появились в работах мастеров графики и живописи. Каждый, естественно, писал в своей манере. И в этом, наверное, и смысл этих творческих таких проектов, что художники смотрят на творческий почерк своих коллег и как-то, может, что-то могут подчеркнуть для себя. Евгения Урм преподает воспитанникам отделения дизайна школы искусств номер два основные дисциплины – рисунок, живопись, композицию. Помимо воспитания будущих художников, Евгения Владимировна находит время для собственного творческого самовыражения. Мой любимый жанр – это пейзаж, ну, еще натюрморт, конечно, но я всегда старалась выбираться на этюды где-то здесь, в городе, в окрестностях Дивеево. По итогам пленэры была организована выставка. Некоторые работы остались в личных коллекциях художников. Дарья Цапорыгина, Сергей Слободин, служба новостей Саров, 24. Семейная комедия, драма, арт-хаус, триллер. Можно не только любить эти жанры, но и посоревноваться с другими киноманами в знании героев и сюжетов. В нашем городе стартовал второй сезон популярной викторины «Киносикрет». За право носить звание лучших знатоков кино боролись 14 команд. Команда «Бунт на корабле» играет в «Киносикрет» с января этого года. Капитан Александр Петров считает, что залог успеха – это сплоченный коллектив и хорошее знание зарубежного и отечественного кинематографа. А началось все с рекомендации друзей попробовать свои силы в этой игре. Приняли решение участвовать по одной причине. Во-первых, люблю кино. Во-вторых, меня пригласили друзья. Расписали мне все это дело в очень интересных красках. Мне стало интересно, и вот я присоединился. Стать игроком интеллектуальной викторины для знатоков кино очень просто. Для этого нужно зарегистрироваться на страничке «Киносикрет Саров» ВКонтакте и собрать команду единомышленников. Возрастных ограничений нет. Главное – это знание фильмов, сериалов, мультфильмов, не только отечественных, но и зарубежных. Правила игры довольно просты. Мы не используем мобильные устройства, телефоны и прочее. Без шпаргалок нужно угадывать, отвечать на вопросы, связанные с кино. То есть угадывать кино по картинкам, определять режиссеров. Придумали игру в Иркутске несколько лет назад. И вот уже который год она находит своих поклонников по всей стране. Второй сезон проекта «Киносикрет» в Сарове открылся благотворительной игрой. Выращенные средства перечислили в Семниковский детский дом. В конце подводятся итоги, и команда, набравшая наибольшее количество баллов, забирает банк игры. И призовые места также поощряются своими подарками сладкими. По результатам первой игры сезона места распределились следующим образом. Первое место заняла команда «Человеческая многоножка». На втором месте – банда «Стампа». Третье – «Бунт на корабле». Елена Грецкова, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В столице Македонии завершилось первенство Европы по кикбоксингу среди юниоров и кадетов. Турнир собрал более полутора тысяч участников из 37 стран Европы. Выпускник спортивной школы ИКАР Андрей Шубин занял первое место весовой категории 75 килограммов. В разделе «Фуллконтакт» Андрей постигал мастерство спортивного единоборства вместе со своим первым тренером Виктором Шлепугиным. С 2011 года Андрей Шубин занимался в спортивной секции у Виктора Шлепугина. Разглядеть в нем силу духа и целеустремленность тренеру удалось сразу. Уже в 12 лет юноша начал принимать участие в соревнованиях и занимать призовые места. «Андрей у нас выступает и в боксе, и в кикбоксинге. Практически результаты одинаковые, но кикбоксинг чуть-чуть получше получается. То есть он победитель первенства мира и Европы уже на сегодняшний день». Кикбоксинг – это некий сплав боевых видов спорта – каратеты, хвандо, ушу и бокса. Стрессоустойчивость и техническая подготовка – это две составляющие, которые помогут добиться успехов в кикбоксинге и выйти на международный уровень. «Смотрим на психологическую устойчивость его к соревнованиям, потому что, может быть, человек идеально готов, но он не может выступать на соревнованиях. В Андреи вот эти два качества, будем так сказать, сочетались». Занятие этим боевым видом искусства развивает выносливость, координацию, скорость. Виктор Шлепугин считает, что прийти в этот спорт можно в любом возрасте, но заниматься серьезно кикбоксингом лучше с 11-12 лет. «Есть возрастные группы с 7-8 лет, но мы с ними не занимаемся как таковым кикбоксингом, больше занимаемся физподготовкой, технической подготовкой». Тренер должен иметь огромный запас терпения и обладать чуткостью и пониманием, чтобы дать возможность своим ученикам проявить индивидуальность. Виктор Шлепугин воспитал уже не одного чемпиона, а будущие мастера спорта делают только первые шаги в его секции. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова